Избирательные участки Красногорского городского округа открыли свои двери для народного голосования на выборах президента Российской Федерации. С самого утра жители округа идут в участковые избирательные комиссии, чтобы сделать свой выбор будущего. Одной из первых проголосовала Надежда Александровна Кутолина, чей старший сын погиб в зоне проведения СВО, мужественно исполняя свой воинский долг. Мы же идем для чего? Чтобы эти выборы показали, что мы все, весь наш народ, за нашу родину голосуем за светлое будущее. Чтобы, как мы гордимся, наши поколения гордимся нашей страной, чтобы и наши дети, и внуки, вот у меня сейчас их четверо, чтобы они тоже жили в такой стране, чтобы у них была гордость за нашу страну. А это зависит только от нас, от нас, простых людей. У входа в каждый УИК на информационных стендах размещены адреса с указателями избирательных участков данного района. Так что даже если вы не знаете номер своего участка, его легко можно найти. К нашему избирательному участку прикреплены Ильинский тупик и улица Королёва. Избирательный участок открылся вовремя. Явка граждан очень хорошая. Все стремятся как можно раньше осуществить своё избирательное право. Для удобства граждан выборы президента Российской Федерации впервые проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Отдать свой голос можно в любое удобное время до 20 часов вечера – как традиционным способом на близлежащем избирательном участке, так и воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования, если вы подали соответствующее заявление через личный кабинет на госуслугах.